всем привет это канал fastable blender меня зовут тоха и сегодняшний урок посвящен скульптингу вот для меня скульпт всегда был непонятной темой я в своей жизни не наткнулся на какой-то толковый урок который мне объяснил бы зачем скульптинг нужен как его использовать и так далее вот поэтому я наверное немножко дам вам теории прежде чем начать рассказывать про скульптинг в блендере вообще так что будете наверное смотреть на сиротливый кубик в центре окошко блендера и движений пока никаких не будет вот собственно на сегодняшний день скульптинг очень активно используется как одна из частей при производстве персонажей для компьютерных игр вот не только но я допустим выяснял про него именно с этой стороны я наткнулся на одного парня который за собственно он работает в этой индустрии делает персонажи для игр вот и и он записывал это даже не столько уроки он просто записывал процесс создания персонажей и попутно там рассказывал отвечал на вопросы вот и там собственно скульптинг занимал самую первую ступеньку самый первый шаг был это именно создание скульптуры персонажа дальнейшего вот его там адская проработка то есть он реально достаточно долго сидит над модельками вот то есть целиком персонаж как он говорил у него на одного персонажа целиком уходит где-то месяц причем такой плотной работы как мне показалось вот соответственно половину времени как я понял это занимает именно скульптинг то есть он очень сильно прорабатывает всяческие детальки вот потом все это дело раскрашивается потом делается ретопология то есть в скульптинге мы получаем очень такую высокополигональную модель с которой в общем-то уже ну работать с которой невозможно вы не вставить ее в игру вы не сможете заанимировать потому что очень много полигонов то есть там реально несколько миллионов может быть полигонов вот допустим для игрового персонажа там максимум по полигонам ну а максимуме говорить нельзя но как бы ну допустим 6-10 тысяч полигонов это уже такой солидный жирный персонаж вот соответственно понимаете вот тем не менее скульптинг позволяет делать такие штуки как раскрасить эту скульптуру и запечь запечь текстуры которые будут использоваться на лоу поле модели то есть при этом мы там запекаем нормал мапа которые позволяют нам передавать там всяческие трещинки углубления и прочее вот бампы просто текстуры спек карта отражений карта освещений и так далее вот то есть в конечном еще в конечном счете мы получаем реалистичный результат на более низкой низкополигональной модельки вот как то так то есть скульптинг это в принципе одна из частей в производстве персонажей вот если не быть голословным то допустим я не знаю видели или нет игру starcraft 2 да и в принципе все наверно современные игры 3d которые выходят там все персонажи изначально скульптятся потом уже делается лоу поле моделька то есть assassin grid там и прочее вот как то так стоит сказать то что скульптинг это не моделинг это больше рисование уже соответственно вам нужно уметь хотя бы базово рисовать чтобы заняться скульптингом вот и скульптить это непросто то есть там вам придется много времени потратить на то чтобы ну в зависимости от того что вы делаете вам нужно разбираться с тем что вы рисуете я абстрактно как-то все сказал если упрощать то если вы рисуете какого-то человека человекообразного персонажа то вам нужно знать анатомию вот и соответственно это ну не так просто как может показаться то есть реально люди которые занимаются ну ходят в художественную школу вот они как бы тратят на освоение на томе там лепки и прочего определенное количество часов то есть плодотворной работы с преподавателем то есть это уже даже я не знаю имеет смысл пойти на какие-то курсы именно по классическим классическому обучению то есть классическая скульптура рисунок возможно там анатомия тоже очень сильно рассказывает вот как то так то есть важно понимать если вы пойдете в эту отрасль то тут нужно реально изучить этот вопрос и вкалывать вот благо в принципе можете опять же по скульптингу я думаю есть много уроков именно как там головы рисовать как целиком человека и так далее окей с этим наверное все вернее как соответственно я думаю вы должны уже понять что мышкой рисовать скульптурой делать мышкой вы вряд ли сможете это сложно то есть если вы хотите заняться скульптингом более серьезно а это кстати не обязательно я вам расскажу и просто как можно его использовать в повседневном моделировании то есть как инструмент редактирования вот если серьезно собираетесь то я думаю вам нужно уже подумать о покупке планшета вот как то так потому что скульпт это все-таки больше рисование но этим на начальном этапе я может быть посоветовал вам взять дешевенький вакуум бамбу у меня лично такой старенький сколько он у меня уже года наверно четыре я вот не жалуюсь вот не берите гениус и гениус отстой я ничего не слышал чтобы о гениусах говорили что-то хорошее вот зато много слышал плохого о гениусах так что реально берите вакуум и будет вам счастье вот бамбу они стоят если я не ошибаюсь по моему четыре пять тысяч рублей даже дешевле можно я вообще брал с рук за держанный за сколько за три по моему взял вконтакте еще тогда были объявления там кто-то выложил новый отдал у парня видео не пошло все это делал я вот подхватил ok соответственно если вы будете пользоваться планшетом вам имеет смысл поднастроить немножко блендер под это дело потому что в планшете такая штука что по умолчанию им трудно делать вот такие штуки крутить то есть самое простое там двигать как-то вот тем не менее я этим вопросом озаботился и нашел прикольную настройку который просто ха 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 настройку которую позволяет эту проблему решить то есть у нас задача в том чтобы не перепрыгивать планшета на мышку и так далее делать все планшетом вот потому что это просто тупо экономит время вот переходим настройки я нашел в вкладке input вот такую галочку emulate 3 button mouse то есть эмуляция 3 кнопки у мышки то есть планшет у нас это именно будет мышка у которой на самом деле всего две кнопки и вот мы будем эмулировать сохраняем и смотрите какая штука так это я сейчас на мышке делал я сейчас взял перо вот двигаем вам конечно не видно но поверьте мне на слово после того как мы поставили галочку в той штуковине эмулейт теперь чтобы крутить объект мы зажимаем alt и ведем пером по поверхности планшета соответственно у нас таким образом мы можем крутить ну какой то наш объект который мы скульптим вот потом если мы зажмем shift alt то мы будем таскать вот таким образом всю сцену вот то есть перемещать наш обзор и есть еще control а мы можем приближать и удалять вот как то так то есть поначалу будет немножко выноситься мозг потому что пока эти клавиаторные сокращения встроиться и закрепятся в моторной памяти придется немножко потрудиться вот и так далее вот если вы вообще как бы с нуля учитесь на планшете фигарить то есть но это даже я не знаю это не техника не совет просто самый простой способ привыкнуть к планшету научиться им пользоваться это отключить мышку и пользоваться только планшетом то есть в операционной системе там все что вы делаете делайте планшетом и реально у вас там за неделю за две полностью адаптируетесь вот как то так так ну окей с настройками разбрались давайте наконец перейдем скульпт мод делается следующим образом мы выбираем объект который скульптим и вот здесь во вкладочке скульпт мод переходим у нас в т-панельки меняются штуки вот видим такие появляются вокруг курсора появляется вот такой кружочек это наша кисть вот соответственно смотрите то что у нас появилось т-панельки мы можем ну если нажать вы можно выбрать кисть их тут несколько вот но честно говоря будете пользоваться от силы тремя четырьмя пятью может быть максимум я по крайней мере у меня так получается вот хотя я скульптор на самом деле вообще никакой то есть я короче никакой я скульптор вот вы в этом победитесь вот тем не менее я вам просто сейчас базовые штуки рассказываю и может быть заинтересовывая вас в дальнейшем заняться более плотно этим вопросом то есть если вы увидите какой смысл и интерес вот ну соответственно что тут есть радиус кисточки есть сила но так ее не видно будет тем не менее есть вот я настоятельно рекомендую не пользоваться вот этими ползунками потому что это долго и неудобно вот и просто запомните следующие кнопки если мы нажимаем f появляется вот такой кружочек и двигая пером мы можем выбирать радиус этого кружка вот то есть видите то что слева перемещается меняется размер радиуса кисти соответственно вот таким образом мы можем выбирать размер кисти кликаем и у нас кисть теперь вот такого размера нажимаем f уменьшаем и теперь кисть такого размера для силы есть другое клавиатурное сокращение то же самое что f только там добавлять еще кнопка shift shift f и то же самое только теперь мы управляем силой смотрите чем дальше от центра тем слабее чем ближе к центру тем сильнее соответственно 100 там прям прям 100 100 нам не нужно 98 99 вот в центр просто кликайте и у вас уже 95 получилось тоже неплохо вот получается вот такая вот сила вот так теперь давайте по кисточкам пройдемся я начну с кисти граб вот и собственно расскажу наверное такую штуку о скульпте скульптингом в блендере можно заниматься ну вернее не то что заниматься можно использовать для трех задач первая задача это просто двигание вершин то есть смотрите у нас сейчас вот я пришел в edit mode у нас кубик у него 8 вершин вот и в скульптинге в базовом как таковом мы кисточкой ничего не создаем мы просто двигаем кисточкой то что уже есть то есть в простейшем способе я беру grab tool вот эту вершину и перемещаю ее куда-то вот в двух словах это как-то вот так происходит это простейший способ давайте засубдивайдим наш кубик и у нас будет уже более интересный результат давайте сделаем кисточку побольше и можно добиваться каких-то уже вот таких перемещений как то вот так это дело то есть в принципе скульптинг в плане наверно похож на пропорциональное редактирование вот и работает примерно так же мы хватаем у нас есть опять же зона влияния вот и можем силу допустим настраивать так же вот в двух словах это вот так как-то происходит вот естественно это на создание там статуи каких-то статуэток и фигур не похоже вот амм давайте создадим новый кубик вот второй способ это как раз уже непосредственно скульптинг на это скульптинг старый как он был в блендере до того как появилась динамической топологии вот а динамической топологии чуть попозже расскажу сейчас по старым способами способе как это было раньше пару лет назад в блендере вот на нашу фигуру какую-то базовую вешался модификатор multi resolution это примерно то же самое что и сапсерв но он немножко по-другому работает именно я так понимаю для скульптинга придуман мы нажимаем нас обдевает несколько раз допустим пять раз получаем достаточно подробную не то что подробную очень такую мелко раздробленную фигурку то есть если выйдет мод перейти это все тот же кубик потому что это модификатор вот тем не менее если мы перейдем в скульпт скульпт мод то здесь уже мы можем как видим делать вот такие штуки то есть это по сути тот же самый кубик который я до этого субдивайзил просто он разбит еще на большее количество большее количество поверхностей фейсов вот и соответственно это достигается через специально для этого приспособленную штуковый модификатор вот соответственно здесь уже можем взять допустим такую кисточку shift f и уже вот какие то штуки рисовать вот это я нажал на 2 и выбралась вот обычная кисть вот соответственно она занимается тем что добавляет что-то вот если нажмем control и будем ей двигать то она наоборот впадинку будет делать если можете видеть это через control я делаю вот проблема вот такого старого метода так сейчас я посмотрю да вроде я ничего не забыл проблема этого метода заключается в том что если нам вдруг нужно допустим вот здесь добавить какие-то экстра детали более мелкие чем вот здесь у нас то нам нужно засубдивидить еще раз тогда у нас детали будут мельче может быть даже еще раз вот видите уже более мелкая деталька получается вот проблема в том что нам детали нужно было добавить вот только здесь а с другой стороны допустим нас все устраивало но в силу того что таким образом все работает тут у нас где нам детали не нужны были они все равно добавились то есть тут заглажено да но тут чертова уйма фейсов вот и это не ездит гуд вот собственно чтобы решить эту проблему на проблема заключается в том что чтобы сделать какую-то детальную скульптуру у нас получается очень очень много фейсов причем куча фейсов ненужных вот из-за этого и если поработаете в принципе со скульптингом поймете что через какое-то время начнет ее порт тормозить и скорость работы у вас упадет по сути вот что не круто как сами понимаете вот придумали такую штуку под названием динамическая топология вот сейчас я наглядно объясню в чем ее смысл допустим берем кубик и нам нужно у кубика сгладить какой-то угол вот то есть если мы через мультирезолюшн делали бы то нам сначала нужно было подразделить через simple кубик если мы применим то увидим что у нас такая высокая полигональная высокополигональный кубик появился хотя нам нужно допустим давайте перейдем скульпт давайте возьмем G на grab tool а кстати на многих кисточках есть горячие клавиши то есть grab tool это G есть разглажилка smooth она на S вот на двоечке вот это обычная кисть и в принципе можете просто еще посмотреть по моему есть еще так ну я наверное особо про кисти не буду рассказывать вот на этих трех остановимся остальное реально сами потыкайте посмотрите что вам подойдет потому что не все кисточки понадобится вот нажимаю G grab tool и вот что-то такое делаю ломаю получается не очень ну ладно давайте может быть даже вот control и вот так вот вожмем S немножко разгладим и вот что-то такое у нас получилось давайте углы тут вот ну допустим это что-то какой-то бетонный блок от которого отбили кусок потом сгладили это все теоретически это глупо звучит зачем бы это делать но у нас такой пример вот соответственно понимаем то что у нас здесь детали да а вот здесь нам все это не нужно потому что мы здесь ничего не меняли вот поэтому смотрите какая штука как работает динамическая топология переходим в sculpt mode и у нас тут есть вкладка топология enable dynamic включаем ее и смотрите как это работает alt control так ну ка давайте возможно grab tool так подзависон небольшой вот она заработала collapse edges это я вам сейчас все объясню короче создаем вот таким образом то есть мазюкаем пером вдавливаем внутрь ну я сам давайте разгладим немножко вот получается вот такая штуковина при этом если мы перейдем в edit mode то увидите то что во первых надо сказать что динамическая топология она работает по-своему она разбивает все на треугольники вот во вторых и это надо иметь в виду потому что после того как мы сделали динамическую топологию эти треугольники уже никуда не денутся то есть у нас будет сетка вот такая вот второй момент то что динамическая топология создает детали там где это нужно а где не нужно она как видите сохраняет достаточно такой примитивно простую сетку то есть вот задняя стенка нас из трех фейсов все состоит из трех треугольников вот это позволяет именно создавать детали там где нужно то есть в итоге меньше деталей и производительность выше вот это собственно чем круто от динамической топологии вот соответственно это более-менее соответствует современным стандартам скульптинга то есть такая же система в забраше которая является наверное флагманом в плане скульптинга то есть самое ну это как как photoshop для фотографий вот забрашиваем для скульптинга вот как то так что еще надо рассказать так давайте пройдемся наверное по настройкам скульптинга именно динамической топологии расскажу что как динамическую топологию нужно включать это раз у нее есть детал сайс то есть размер деталей тут важно понимать что этот типа тридцать один пиксель насколько я могу вспомнить да создает детали то есть треугольники с размером тридцать один пиксель но тут нужно понимать то что смотрите так вот это я отключу если мы вот вот здесь делаем то тридцать один пиксель это вот в новосозданных деталях вот но смотрите какая штука если мы приблизимся и опять здесь поводим мышкой почему ничего не происходит а я смутулом пользуюсь пардон так давайте откатим еще раз покажу на другом боку смотрите если мы делаем то у нас такого размера получается и размер вот этих граней он тридцать один пиксель вот если мы приблизимся и заново проведем то мы опять создаем детали и тут опять размер вот этих грани тридцать один пиксель потому что мы подъехали камерой поближе вот вот это нужно иметь ввиду вот если мы откатим то соответственно детали будут меньше вот мы можем просто задать размер детали меньше они будут вот так создаваться вот есть такая штуковина как collapse short edges что это значит это значит допустим вот мы подлетели поближе так давайте сделаем детали побольше детали деталям деталям что-то какой-то там фиговина делаем и если мы отъедем назад и воспользуемся вот поставим здесь галочку пройдемся вот здесь то блендер упростит вот эти супер мелкие детали он сделает бы их более грубыми грубо говоря извините за тавтологию как то так получается вот соответственно если отключить если мы подъедем создадим вот эти экстра детальки без этой настройки а блендер будет просто где он может создавать он будет создавать где есть он их просто двигает вот эти мелкие детали вот если в каком-то месте почувствовали что слишком много деталей надо как-то упростить и начать заново нажимаете collapse edges и проходите кисточкой тут все упрощается вот как то так в общих чертах хобот какой-то вот ну смут шейдинг сами понимаете это смут шейдинг оптимайз это кнопка для того чтобы оптимизировать пересчитать модель то есть через определенное время предсказуемо что комп начнет тормозить от того что он запоминает там куча всяких действий вот будет тормозить и вот эти тормоза может снять кнопка optimize моделька пересчитается заново лишняя информация удалится останется только то что нужно вот соответственно кстати нужно понимать то что под скульптинг нужен крутой комп то есть 16 гигабайт оперативной памяти для скульптинг это неплохо скажем так у меня сейчас на компе 4 гигабайт оперативки вот это минимум я полагаю то есть 8 16 это уже что-то смотрите есть кнопка симметра из которой позволяет отразить то есть это этакий мир что-то вроде если нажмем то увидим то что она засимметрилась по оси вот этой то есть то что с этой стороны отсимметрилась по этой стране вот здесь можно выбирать в принципе что куда симметрить то есть можно от плюс x для минус x у нас тогда отсиметрится на эту сторону этот хобот вот как то так но для симметрии есть более прикольная штука вкладка симметрия мы можем прям по допустим оси выбираем оси x и видите то что происходит вот это нужно если там допустим вон моделируете лица человека или что-то подобное вот соответственно мир модификатором скульптинге пользоваться нельзя прежде чем начать скульптить нам нужно применить мир модификатор насколько я знаю вот и замена именно мир модификатора это использование вот этих осей можно по оси x y и z вот принципе наверное про динамическую топологию все тут больше именно нужно вам фигачить рисовать вот так сейчас я посмотрю свою шпаргалку и смотрю что я забыл вам рассказать так у меня периодически бывает баг когда я верчу камеру допустим поворачиваю у меня камера куда-то улетает вот в такую даль вот это периодически случается я не совсем понимаю из-за чего но есть подозрения что это происходит когда в эдит моде выбрана какая-то вершина или вся моделька она может улететь вот чтобы эту проблему решить то есть мы находимся в скульпт моде допустим я что-то вертел она улетела куда-то вот так переходите tab в эдит мод переходите нажимаете на нампаде точку также там делит написано и прилетайте к этой нашей на фигурке соответственно выбираете все снимаете выделение всего и обратно скульпт мод вот в 90 процентах случаев по моему это помогает если не в 100 то есть как то так вот я не совсем понимаю с чем связана эта проблема но если у нас возникнет я вам вот рассказываю как с ним бороться ну это не очень эффективный способ но он работает у меня по крайней мере вам как то так что я еще вам забыл рассказать в настройках options есть такая штуковина под названием unified settings она призвана для того чтобы ну то есть смотрите допустим вот g это grab tool выбран если я выбираю размер кисти вот такой то у меня здесь стоит галочка сайс и для всех остальных кистей размер кисти будет такой же он сохранится то есть если перейду на смуту размер кисти такой же если я уберу и допустим выберу размер смуту такой и возьму потом кисточку g grab tool она будет другого размера вот по умолчанию стоит чтобы размер был одинаковый это в принципе правильно рассказываю я эту штуку потому что еще неплохо поставить галочку напротив силы то есть shift f когда мы выбираем силу сила тоже будет выбранная для всех кисточек одинаковая вот и соответственно один раз поменяв размер силы она перенесется на другие кисточки тоже вот это удобно в плане того что вы не будете путаться в кисточках в том что почему одна кисточка работает слабо другая сильно и так далее вот как то так вроде все чертовски рад я что закончил так давайте наверное наверное все не буду больше вам ничего рассказывать это цель была именно базовые штуки рассказать как все работает вот и вообще дать вам представление об этом инструменте и понять дать вам понимание вообще хотите вы с ним дальше работать или нет то есть это довольно узконабравленная штука реально нужен планшет он позволяет зато делать там довольно высокополигональные модельки и вам имеет смысл этим заняться если вы планируете делать игровых или там анимационных персонажей но это один из способов делать персонажей вот есть конечно просто моделирование вот но сейчас именно большую популярность и он лучше оплачивается именно вот этот метод когда вы умеете скульптить вот как то так ну пожалуй все если у вас возникли какие то вопросы пишите в комментариях вот если урок понравился тоже пишите в комментариях ставьте лайк если понравился добавляйте в избранное так далее вот наверно все подписывайтесь на канал если впервые смотрите мои уроки вот я стараюсь доступным простым языком все рассказывать как то так вот пожалуй все спасибо что посмотрели все пока